всем привет уважаемые друзья мы сегодня на восьмом этапе тавриды для тех кто не в курсе это заключительный этап трассы таврида которая идет через весь крым от керчи до севастополя и вот восьмой этап находится под севастополем уже непосредственно сейчас мы над путепроводом через железнодорожные пути и полезное шоссе пути провод уже высокой степени готовности вот это первая очередь вторая очередь вот там где бурит буровая установка делают буронабивные сваи под устойную опору ой не под устойную под промежуточную опору устойная опора будет соответственно вот здесь вот сооружается подборная стенка но сейчас мы смотрим непосредственно путепровод готовы стойки промежуточной опоры на этой стороне работает кран как это по-немецки читаться зенебоген проще говоря трехсотонный кран он такой здоровый стапель здесь монтируется пролетное строение второй очереди к блоку уже собранного пристыкованы две с-образные балки и фрагмент плиты нижнего пояса осталось сверху установить фрагмент ортотропной плиты ну и сварить их вместе здесь будет схема аналогичная тому что мы могли наблюдать на первой очереди будет собираться пролет и надвигаться над железнодорожными путями пролет над путями насколько я помню около 60 метров здесь идет устройство буронабивных свай устойной опоры параллельно идут работы по гидроизоляции уже готова пролет остального скоро уже совсем будет устраиваться видимо асфальтобетонное покрытие ну и стапель параллельно сборки пролетов собирается и сам стапель он будет идти вот сюда вправо достаточно далеко будет собираться пролет и надвигаться потом будут пристыковываться блоки и надвигаться дальше но все так же как мы видели с первой очереди асфальтобетонное покрытие подобралась вплотную уже к путепроводу здесь идут работы на откосе для того чтобы избежать сползания грунта выполнена такая вот решетка из понимать досок и туда отсыпается уже грунт открывается геотекстилем здесь выполнена подпорная стенка внизу вот это вот идет мимо подпорной стенки дорога это называется полезное шоссе разумеется после завершения работы и приведут в порядок металлоконструкции второй очереди путепровода их все больше и больше становится это и с-образные балки и фрагменты плит и консольные блоки прилет настроения достаточно будет такой мощно приближаемся мы к мосту через черную речку недавно я вам показывал монтаж над руслом реки черный балок по 33 метровых сейчас уже смонтированы и короткие балки видим сейчас от подлетаем гусеничные краны готовятся покидать площадку скорее всего вернуться на ялтинское кольцо вот один уже погружен а второй на очереди вот эти два крана монтировали балки сейчас уже смонтированы смонтированы все пролеты и обратите внимание какая скорость работ только недавно монтировали русловый пролет уже замоноличена большая часть межбалочных пространств даже не половина то есть темпы очень хорошие и вот сейчас уже так понимаю скоро и начнут монолитить вот этот пролет продолжаются работы по устройству буронабивных свай второй очереди моста через черную речку есть неофициальная информация что хотят открыть первую очередь в летом этого года но судя по темпам все к этому идет я так понимаю после завершения основных строительно-монтажных работ на первую очереди моста через черную речку начнут строить уже вторую очередь к тому моменту закончится работы по буронабивным сваям и можно будет приступать уже к дальнейшим работам продолжается здесь укрепление грунта буронабивными сваями то есть буронекционными две установки работают путепровод продолжается демонтироваться остался последний пролет движение перепустили на улицу нефтяную как и положено было то есть половину демонтировали теперь по улице нефтяной движение открыто а по параллельной дороге закрыта потому что как раз над ней происходит демонтаж вот видим старая устойная опора существующая и рядом уже выполнено свайное основание под устойную опору нового путепровода буровая установка пока отведена в сторону и отдыхает ждет видимо завершение демонтажных работ чтобы продолжить устройство буронабивных сваях следующих опор моста то есть путепровода через улицу нефтяную и железную дорогу на этом участке в принципе вот все такие основные работы завершены даже завершено чернение откосов можем видеть здесь никого сейчас нет потому что в общем то этот участок можно сказать готов не считая всяких мелких еще вещей и финишного слоя асфальтобетона установлены опоры наружного освещения и работа по моему по установке продолжается здесь на данном участке уложили одну полосу асфальтобетона и техника видимо на той стороне наверху сейчас идут сверху вниз пойдут и будут продолжать укладку постоянно поступают вопросы что вот это за такая куча за сооружение от слева до видите вот но в основном люди в курсе но кто не в курсе это улавливающий тупик для того чтобы грузовики останавливать у которых произошли произошел отказ тормозной системы здесь сейчас идет чернение обратите внимание какой откос высокий и вот экскаватор к нему подъезжают самосвалы с прс сплочено растительным слоем грунта и он его раскидывает по откосу плюс все люди работают очень интересная работа на таком уклоне в итоге должно получиться красиво когда все это засеет гидропосевом вот красиво так ну мы движемся далее здесь тоже продолжается чернение на левой стороне ну а нам пора перемещаться в выемку интересно что же там успели сделать за наше отсутствие так мы переместились к выемке сразу уточнение по поводу асфальтобетона вот на этом участке видите впереди который идет до искусственных сооружений там выполнен уже весь первый слой асфальтобетона техника стоит заправляется и возможно что и будет что-то продолжать дальше делать пока непонятно вот ну а мы постепенно сейчас переместились выемку выемки на ждет тоже много интересного уже успел посмотреть сейчас мы повернемся продолжается устройство анкеров идет монтаж опалубки вот этой облицовки бетонной подпорной стены и уже на всем протяжении выемки идет устройство дорожной одежды тот основная новость на сегодня то значит что близится уже перепуск движения выемку напомню это нужно для того чтобы вот эту правую стену продолжить строить там нужно еще сделать буронабивных свай сколько-то штук и все это попадает сейчас на действующую дорогу поэтому дальше двигаться пока не могут по этой стене и сейчас вот уже устраивают дорожную одежду сразу вот слева монтаж идет вот этих там сферические гайки используются в общем системы передачи нагрузки санкеров на вот эти пояса целое дело там накладки сферические гайки как-то разбирали как это выглядит все как это делается работает гидромолот выполняет подрезку склона работает 2 гидромолот далее там экскаватор производит выемку грунта результат работы гидромолота я так понимаю вот экскаватор дусан с оборудованием для устройства анкеров вот грейдер кстати выполнить планировку щебеночно-песчаного основания там много слоев укладывается экскаватор с ковшом сейчас то есть у него демонтировано оборудование для устройства анкеров они видно готовят поле для следующих поясов то есть надо выбрать грунт тут поработал уже комбайн пока нас не было произвел выемку грунта сейчас вот такая более чистовая работа гидромолотами экскаватором происходит вот обратите внимание эти это половина дороги то есть кто мне там говорил что зачем такая широкая выемка давайте вот сейчас пока мы здесь сразу чуть выше поднимемся что понимали масштаб всего этого дела вот смотрите вот это бетонная идет это как бы осевая линия условная две полосы слева представьте себе две полосы справа сколько остается места до стен то есть все должны быть кюветы обочины и т.д. и т.п. и в принципе вот такая ширина это вполне достаточная ширина но находятся отдельные деятели в комментариях которые во всем видят распил каких-то денег какие-то всякие непонятные вещи вот кстати оборудование для устройства анкеров которое навешивалось на тот правый экскаватор она пока демонтирована вот это все надо срыть и здесь будет делаться буронабивные сваи следующие продолжение правой стены тоже вот тут идет сборка анкеров и я так понимаю что машины буровые которые делали анкера завершили свою работу потому что они все сейчас находятся вот наверху особенно это гигантский экскаватор мне нравится вот он тоже стоит здесь с ними оборудование на нём пока навешано но видимо сейчас непонятно то ли их увезут уже готовятся увозить потому что все так сложили компактно техника конечно серьезная да все вот эти смесительные установки все собрали вместе а вот дорожная одежда уже она идет получается от путепровода тоннельного типа которые уже забетонировали забетонировали перекрытие в принципе он уже на высокой степени готовности находится идет его гидроизоляции засыпка обратная кстати тут интересно получилось обратите внимание справа это был котлован в котором его строили вот такой клиновидной формы сейчас прямо смотрит внутрь туннеля бульдозер выполняет планировку щебеночной песчаной смеси я так понимаю для обратной засыпки тоннеля тут должно быть каток вот кота кстати есть да она уплотняет бульдозер выполнять планировку и так послойно засыпят весь туннель по нему будет осуществляться съезд и выезд на полигон твердых коммунальных отходов это будет развязка сама для съезда на полигон так тут грунт это из-под комбайна грунт по моему да судя по виду это из-под комбайна сам комбайн по моему вот он демонтирован вот это уже точно значит он закончил видите у него демонтирован конвейер стрела с конвейером погрузочным и все он ожидает отправки на базу наверное либо на какие-то новые участки не исключено что мы его еще увидим на других крымских дорожных стройках в принципе на сегодняшний день это все новости далее мы видим что дорога уже находится очень высокой степени готовности и там уже видим седьмой этап вот но на этом на сегодня у нас все всем спасибо за внимание спасибо за поддержку канала очень сильно помогайте нам в нашей деятельности и всем до новых встреч а Субтитры подогнал «Симон»